У каждого клиента есть отдельный депозитарный счет, а деньги клиента находятся на соответствующем разделе расчетной палаты соответствующей биржи, на которой работает этот инвестор. Это не счет, это раздел. Биржевой сбор учитывает работу организатора торгов биржи по учету сделок, клирингу, взаимным расчетам и так далее. Условно говоря, биржевые сборы, как правило, крайне незначительно. На основной российской бирже, Московской мероприятий валютной бирже, биржевой сбор равен 0,01%. Отличие при работе на срочной секции от фондовой в том, что при работе на срочной секции не открываются депозитарных счетов, соответственно, и депозитарного сбора нет. Есть точно такой же сбор биржевой, соответствующей площадке, соответствующей биржи, и комиссия брокера. При работе с паями, при покупке паев какого-либо фонда, инвестор, по сути, платит только за пай. Никаких расходов он больше не несет. Точнее, расходы он просто не видит в своем отчете. Стоимость пая включает в себя все расходы управляющей компании по продаже, учету и т.д. этих паев. Поэтому, по сути, цена пая – это его окончательный расход. Сама управляющая компания получает вознаграждение со стоимости чистых активов от средств, находящихся в управлении. При покупке пая инвестор может нести дополнительные издержки, так называемые надбавки. Надбавки существуют не у всех паевых фондов. Все зависит от их инвестиционной декларации. Надбавка – это некая дополнительная стоимость к стоимости этого пая. Берется она один раз. Как правило, надбавки незначительны и не влияют на эффективность работы фонда и на результат его управления. И окончательный результат для инвестора по его прибыли, например. Скидки в данном случае – это ввеличина обратная. В какой-то мере обратная. Возникают они при продаже паящикам своих паев в сроке ранее, чем установлена инвестиционная декларация фонда. По сути, это некое удешевление стоимости продажи. Но также в процентном отношении оно невелико. Также оно не всегда применяется в разных фондах. В достаточно большом количестве фондов. Поэтому и надбавки, и скидки существуют. Но не стоит обращать на них серьезного внимания. Прежде всего, надо смотреть на динамику роста чистых активов, на динамику управления. Продолжение следует...